Дайв Тим ТВ 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 Днем все ныряют, то есть мы там компрессор привезли, лодка была с мотором, око, про которое там расскажет в ближайшем выпуске. Удочки, рыбалка, водка, рука, шашлыки, и все это вместе совмещаем, и так очень интересно получается. То есть кворум тебя порадовал, народу набегает все больше и больше. Да, да, здесь появляются новые лица, там есть такой уже костяк вырисовывается. Тут какой-то свежак есть, да? Конечно. Ничего не бывает случайно, отчинки до племени мая, закрываю глаза. Если человек боится экскаваторов или буровых установок, то да, будет страшно. Если боится страховых агентов, то, наверное, сюда лучше было бы вообще не приезжать, зная, что ты здесь. У меня к этим липким сотам не влечет ни одна окраска. И ни улей, ни рой муравьины, забирая себе подобных, нам не дать глубины половины. Ничего, кроме кресел удобных, ничего, кроме пестрых оберток, ничего, кроме глупостей белых улыбок, ничего, кроме фраз задертых и парада чужих ошибок. Глубина 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 Только кто свято, кто мутен Я не знаю ни лжи, ни сомненья Я душа бесполезной сути Я сто раз умирал и рождался Был отцом и глазами ребенка Видел я, как меня оставляют Помню, как я кричал звонко Был старун Вертиго, причем вертиго при погружении Да, при падении, да Где-то метрах на десяти у меня началось очень легкое головокружение Потому что вертиго при погружении может возникать только в области среднего уха Если оно не до конца продулось Может быть, я не исключаю эту ситуацию То есть барабанная перепонка подровнялась А область среднего уха еще имеет не то давление И все, ты идешь вниз Барабанная перепонка болевого порога не дает А в области среднего уха вестибулярный аппарат И он, ну что, делаем костер Потому что уже подпираем Скажи, зрители интересуют, конечно же, были ли несчастные случаи? Потому что, когда люди калечатся, есть кому посочувствовать Конечно, конечно, они есть, но не у нас А нет, то есть у вас обошлось? Конечно, нет, у нас такого не бывает А, дайв-тим, команда функционирует качественно Мы никогда не клеим ласты, да, можно сказать, таким вот девизом На каждом карьере всегда приходит какой-то вот Когда мы приезжаем на какой-то карьер, появляется местный Который знает Что там есть экскаватор, танк Там поезд какой-то, сокровище толчака И всех утопленников знает в лице И говорит, я вам, говорит, за половину Тут Коля лежит, тут Галя Тут сюда ныряй, Галя, хорошая была Я за половину вам покажу, там, или там что-то рассказываю, там такое Было и такое, было, как-то мы ныряли, и приходит Ну, там, вы ныряли, вылезли, стоим на берегу, что-то разговариваем И приходит чувак так с телефоном, говорит, кто вы здесь главный? Мы так испугались Говорю, вот этот чувак Показали там Андрюха Стерматусевича Говорит, он подходит, говорит, а вы здесь директор водолазов? Говорит, да, говорит, тут, говорит, такое дело Жена моя, говорит, боится купаться в этом карьере Она как-то нырнула, ей трупы с одной махали руками Так вы скажите, что трупов нету Андрюха не растирался, говорит, да, здравствуйте, говорит, я директор водолазов Значит, ответственно вам заявляю Трупов нету, но все обследовано Карьер пригоден для семейного купания И меняя страны лица Был травой В кисике седан И на рядом сетарки сельцевым В каждом карьере есть танк И каждый житель карьера Обязательно с детства С башни этого танка прыгал В воду Все бежали нырять в трусах, в лавках Такие водят, как кальмары Было такое, что чувак пришел и говорит, здесь лежит обод из магния от экскаватора Говорит, я когда люблю рыбу, солнце, когда там в 2 часа дня Солнце становится такой азимут Там берет положение Говорит, я вижу обод магниевый от карьерного экскаватора Говорит, вы мне только его веревкой зацепите Я вам 400 рублей отдам Сразу Я его там достану с данными Свободный заработок Но мы там знали, что его нету Потому что мы там карьеру уже много раз ныряли На этом месте нет этого 100% Но он-то его видел И пока мы оттуда не уехали Он сидел в кустах и смотрел, чтобы мы его в этот обод не достали Воображаемый Вы деньги взялись? Воображаемый Нет, он же сказал, чтобы зацепили Он его достанет Да, то есть по факту Стулья вперед Да, но и он думал, сидел в кустах, смотрел, чтобы мы этот обод, который он себе представил Ни в коем случае не достали Разное бывает Послушай, туда приезжают до вертикаута, ты говорил, новички, да? Да, конечно А эти самые новички, они проходят какой-то обряд инициации? Да А что это за обряд? Я тебе в прошлый раз не сказал И в этот раз не скажу Да ну перестань Когда все штырять, ты узнаешь, что я не знаю Значит, ты это узнаешь, чтобы не было бы Дорогие зрители, наш гость не знает, что просто все желающие могут увидеть это все в нашем сюжете Поэтому ему придется сейчас сказать Иначе он окажется в неприятной ситуации Может, он сам не знает этого Ну что ж, дорогие друзья У нас был основатель дайв-тим команды Господин Евгений Который поделился с нами приятными впечатлениями о последнем заезде в дайв-тим виллаж Сейчас забывай про это село Дайв-тим виллаж Правильно, так вот оно звучит, да? Красиво так Дайв-тим деревня Мы надеемся, что в следующем году их будет гораздо больше И что все вы, которые сейчас смотрите эту программу, примкнете к ним Ну а пока примыкайте к нам, к дайв-тим-тв И увидимся в следующий раз, пока! Субтитры подогнал «Симон» Акулы бы хотели у них? Нет А почему? Потому что они могут укусить и съесть Который подогнал «Симон» Который подогнал «Симон» Я вижу, какая струбка! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»